Магазин приложений для смартфонов от холдинга в Вике стал самым популярным в России. О конкуренции на этом новом рынке узнаем у моего коллеги Филиппа Трофимова, ведущего программы Вести.нет. Филипп, приветствую. А как получить доступ к этому альтернативному магазину приложений? Добрый день. Ну, в целом это не очень сложно, но потребует ряда манипуляций. То есть само приложение Рустор, как многие альтернативные магазины, придется скачивать и устанавливать на смартфон вручную. Но дальше оно будет работать, как обычный магазин приложений, в котором можно найти то, чего нет на официальной площадке. Проект Рустор возглавил рейтинг альтернативных отечественных магазинов мобильных приложений по версии исследовательской компании Медиаскоп. Тут едва ли не самое интересное, это сам факт появления такого рейтинга. То есть Медиаскоп, который регулярно публикует данные о популярности тех или иных ресурсов, выделила магазины приложений в отдельную категорию. Если по умолчанию на каждой платформе есть один официальный источник установки программ на устройство, Apple App Store, Google Play Market или Microsoft Store, например, то теперь в России на этом поле целая конкуренция. Ну, точнее, на части поля. Для айфонов все равно есть только App Store. На Windows вполне привычно скачивать программы вообще откуда угодно. Но для смартфонов и планшетов на Android, а это большая часть мобильного рынка, таких только отечественных источников программ набралось на целый рейтинг. Итак, по итогам августа Рустор занял первое место. Его аудитория составляет 1 миллион 760 тысяч человек. Это люди, которые старше 12 лет. На втором месте расположился Румаркет. Его посетили 776 тысяч человек. И замыкает рогу на штор с полумиллионной аудиторией. Измерение происходит техническим способом. То есть это ни в коем случае не опрос. А у нас есть панель. Панель – это люди, которые согласились участвовать в исследовании на постоянной основе. Они установили на своих десктопных, то есть это компьютеры, ноутбуки и мобильных устройствах, то есть это на смартфонах, установили наше специальное приложение или же специальную настройку в браузере, которая фиксирует заход в то или иное приложение или на тот или иной сайт. Причем нам не важно, если человек зашел, например, с десктопного устройства, ну там, почитал о чем-то, а потом зашел со своего смартфона и таки скачал себе оттуда что-нибудь, мы посчитаем это как два разных посещения, но для одного человека. Двукратный отрыв Рустор в предпочтениях пользователей, очевидно, имеет сразу несколько вероятных причин. Самая компания-разработчик Холдинг в Вике говорит о том, что это потому, что это совместный с крупнейшими IT-компаниями страны проект. За безопасность приложения отвечает лаборатория Касперского, например. Но, что не менее важно, Рустор поддержан Минцифрой, как на этапе анонса и запуска, так и после этот де-факто официальный альтернативный магазин. В частности, на днях был расширен список приложений, обязательных для размещения на этой площадке. Это, например, программы, созданные с привлечением бюджетных средств, те же госуслуги, и программы из списка обязательных предустановки на продаваемых в России устройствах. Ну и вынесенные из Google Play маркета приложения тех же банков тоже, разумеется, здесь. В итоге сейчас в Рустор больше полутора тысяч приложений, и представлено более 1100 компаний-разработчиков. Новых ждут с появлением функций, привычных на фирменных площадках. В первую очередь, речь, конечно, о монетизации приложений. Да, платежку подключили очень много разработчиков, и эффект от наших ключевых релизов – это возможность оставлять рейтинги, отзывы к приложениям – это как раз монетизация, это возможность разработчикам-физлицам регистрироваться в сторе, и другие – он большой. Мы увидели приток больше, чем 50% разработчиков, в том числе это, конечно же, сказывается и на загрузках приложений, и на аудитории, которая выросла практически в два раза за последнее время. С момента запуска магазина в мае этого года пользователи скачали 3 миллиона 700 тысяч приложений за Русторг. К созданию российского аналога Google Play весной во время отчета правительства в Госдуме призвал премьер-министр России Михаил Мишустин. Уже тогда речь шла о том, что такая платформа должна стать обязательной для предустановки на все мобильные устройства, ввозимые на территорию России. Пока же, чтобы установить Русторг на телефон, придется приложить небольшие, но все-таки усилия. Русторг на телефон